Попробуем понять, почему фигуристка Евгения Медведева меняет тренера. Ведь было так хорошо, Женя Медведева, воспитанница тренера Этери Тутберидзе, выиграла два чемпионата мира, должна была победить на Олимпиаде, и все к этому плавно шло. Но появилась в группе у Этери Тутберидзе маленькая девочка Алина Загитова, обыгравшая в 15 лет фаворита на Олимпийских играх, и пришел конец доброй сказки. У Жени и Алины сложились хорошие отношения, в той степени, в которой они могут быть нормальными, между 18-летним лидером и юной преследовательницей. Но с переменой места на пьедестале и невольной переоценкой соотношения сил ситуация получила новое развитие. Двум молодым, однако уже по-настоящему великим, сделалось тесновато на одном катке и в одной группе с одним тренером. Третий должен уйти. 18-летняя Женя Медведева добровольно взяла на себя роль третий. Так уже бывало. Вспомните, хотя бы Алексея Ягутина, тренировавшийся с Евгением Плющенко у Алексея Николаевича Мишина, и перешедшего к Татьяне Анатольевне Тарасовой, слишком тяжела ноша ежедневного соперничества. Пусть журналисты пишут, что конкуренция толкает вперед. Эта же конкуренция седает. Вопрос не в том, кто выдержит или не выдержит. Никакой тренер не может доказать. Я делю между вами и время, и силы поровну. Особенно если бабушки, мамы и другие ближайшие родственники, а также неизбежные советчики-фигуристов придерживаются иной точки зрения, с которой потом соглашаются и главные действующие лица, молоденькие спортсмены. Женя уходит. Кому со стопроцентной точностью неизвестно. Жаль, коли к Брайну Орсеру. Он действительно великолепный тренер, но только канадский. Наши звезды, если и вполне объяснимы в причине меняя наставников, то только на своих российских. Это, не дай бог, станет новым словом в обычном эксперименте. За океан, если и уезжали, то более взрослые танцоры, да к своим российским тренерам и в российское окружение. У Орсера наших не было. Как сложится в новой стране и в непривычном месте, хорошо бы. Брайан Орсер помог Медведевой в достижении непокоренных высот. А может получится и так, что уровень канадского женского одиночества катания быстро поднимется, когда местные девушки освоят уникальную технику Медведевой. Ведь обучена она на московском катке. Здорово! Мало в фигурном катании, да и в большом спорте вообще найдется таких светлых людей, как Женя Медведева. Не говорю о чисто спортивных качествах. Медведева мила и миловидна, для своих лет неплохо образована и в меру общительна, исключительно воспитана. Все это и привлекло к ней внимание шоу-бизнеса. В телевизионных ледовых балетах она смотрится так же хорошо, как и в рекламе. Существует мнение, будто телемелькание привлекает внимание к фигурному катанию. Такой точки зрения не разделяю. Трудно быть звездой мировой величины и блестать на экране. Мало кому, кроме зрелых футболистов и хоккеистов, подобно удавалось. Для труднейшего вида спорта фигурного катания надо, полагаю, выбирать нечто одно. Женя пыталась совместить и то, и другое. Интересно, как отнеслась к этому требовательнейшая Этерия Георгина Тутберидзе. Как бы то ни было, все переходы будут официально утверждены и объявлены в ближайшее время. Наверняка, при всем понимании, ситуация известия об уходе Евгении воспринята без радости. Женя, удачи. Но хотелось бы, чтобы она рождалась на родной земле. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!